Стройплощадка на улице Пушкина пока пустует, но совсем скоро здесь начнут возводить многоэтажку. Компания-застройщик участвует в программе помощи обманутым дольщикам. Строители достраивают проблемные объекты, в качестве компенсации получают от областного Минстроя площадку для строительства. Именно так и получил застройщик этот участок в Ленинском районе. Раньше на этом месте стояли ветхие и аварийные дома. Их снесли жителей, расселили в новое удобное жилье. Компенсационные площадки выдаются строительным компаниям в счет того, что строительные компании ведут работу по снижению напряженности в области обманутых дольщиков. Достраивают дома и тем самым вот эта программа существует. Но с таким раскладом категорически не согласны собственники частного дома, который находится по соседству со стройплощадкой. Пенсионер Валерий Симонов и его сын Вячеслав. Строительный забор, говорят они, перегородил привычный выход со двора. Забор вообще стоит уже год, как нас оградили. Ну было, как можно выходить, пока мы все вот это решали. В гражданской правовой плоскости все вот эти вопросы, ничего не решили. Вот здесь вот выходили, ну вот видите, нам и даже вот это все. А предлагали какие-то альтернативные варианты? Вообще никогда, никаких альтернативных вариантов не было. Но тут жители все-таки лукавят. Варианты предлагались. Причем в присутствии представителей администрации, областного минстроя, прокуратуры и депутата Госдумы. Строители предложили соорудить калитку в заборе вот в этом самом месте. Калитка будет выходить на проезд между домами. Сюда удобно подъезжать и скорой, и пожарным. Мы предложили, что если вопрос, скажем так, в ресурсах, ну понятно, человек пожилой, пенсионер, что если действительно тяжело сделать эту калитку, то есть убрать вот эту часть забора, его с его участка, то мы в общем-то согласны это сделать. Он просто развернулся и ушел в дом. То есть в общем-то никакого там окончания, какого-то решения, какого-то конструктивного диалога у нас не получилось. Разговаривать отказался и сам себя загнал в тупик. Пенсионер объявил голодовку. Сейчас он находится под постоянным присмотром медиков. Врач смог пройти в дом, осмотрел пациента, сделал соответствующие исследования. Было сделано КГ, взяты анализы на кровь, на сахар. И по заключению врача скорой помощи состояние пациента сейчас стабильное, жизненного угрожения в ситуации нету, а медицинская помощь в настоящий момент он не нуждается. Сейчас делать что-либо с забором гражданина Симонова строители не имеют права. Это частная собственность. Но и оставить открытой стройплощадку для прохода жителей тоже нельзя. Это опасно. Застройщик обязан оградить на нее доступ посторонним лицам. Совсем скоро здесь начнутся строительные работы. Валерий Симонов подвергает сомнению саму законность стройки в этом месте. Но все разрешительные документы у застройщика есть, говорят в районной администрации. Компанию несколько раз проверяли все возможные инстанции. Пока компромисс не найден. На чашу весов нежелание гражданина менять привычку выходить со двора с другой стороны и интересы сотен обманутых дольщиков. Валерий Симонов не желает искать выход ни из ситуации, ни даже из дома, предпочитая голодать. А этого ему запретить не может никто. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.